Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Продолжал забивать и только после третьей пропущенной шайбы военные летчики ответили голом. На острие атаки был точен капитан ЦСК ВВС Денис Ковалев 1-3. А спустя две минуты Никита Реонов сокращает разрыв в счете до минимума 2-3. Мы серьезно настраивались, поскольку видели предыдущую игру с Динамо. Такая жесткая команда играет везде до конца, без прокатов, бьет в тело. Мы были к этому готовы и ни в чем не уступили. После второй заброшенной шайбы у самарской команды наступила голевая засуха. Зато игроки из берегов Невы продолжили натиск на ворота ЦСК ВВС. После второго периода счет увеличился до угрожающего 2-5, а к финальной серии армейцы довели результат до разгромного 2-7. Когда проиграешь с крупным счетом, я называю это раненый зверь, и выходишь против команды, я видел по раскатке, что команда заряжена. Ну и скажу, матч получился, несмотря на такой счет, такой обоюд острый. Соперник тоже сегодня хорошо играл в атаке, на ворота, броски, добивания. Ну и такой тяжелый матч для нас. Матчем с командой Санкт-Петербурга самарские летчики завершили свою домашнюю серию, набрав за 6 матчей всего 4 очка. С футбольным счетом 1-0 ЦСК ВВС заглушил пензенский дизель, а вот для победы над другими соперниками им не хватило всего лишь пару голов. Саров 1-2, Рязани-Воронежский Буран 4-5. Разгромное поражение от питерского «Динамо» 1-8. В результате клуб занимает предпоследнее 26-е место в ВХЛ. Те люди, на которые была возложена функция лидеров, они сегодня просто потерялись, и уже которую игру, видимо, не могут себя найти. Пришлось их посадить, дать возможность играть молодежи. Молодежь, в принципе, пыталась, хотела, создавала, но не хватало все равно мастерства. Впереди у ЦСК ВВС 4 матча в гостях. С 15 по 21 октября военные летчики сыграют Сорским Южным Уралом, Училинским Горняком, Спутником из Нижнего Тагила и Челябинским Чалметом. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok